Уральские горожане отмечают повышение цен на продукты питания. Люди в спешке закупаются про запас. Однако причин для беспокойства нет, считают в Акимате. Запасы продуктов из стабилизационного фонда хватает на всех. Так ли это на самом деле, выясняли наши коллеги. Роза Сатканова прошлась по рынкам города и узнала, какие меры предпринимают чиновники для недопущения роста цен. Навариваются на людях, это разве дело? Покупатели возмущены. Только вчера второй хлеб стоил 80 тенге за килограмм. Сегодня 150. От нас еще не зависит. Вчера вечером узнали, все закрыли, прикрыли. Завоза не будет до 15 апреля. Это нам так объяснили. Отпускную цену подняли оптовики, объясняют предприниматели. В цене выросли отдельные виды товаров, преимущественно завозимые из-за рубежа. Не знаю, почему подорожало. То, что закрыли границу, товара нет у нас. Картошка, все дорожает. Куда ни пойдем, цены смотреть. Везде дорого все. Старый завоз по этой цене будет. И завтра, если новый завоз заедет, может поднимется на 20 тенге. Потом никто ничего не гарантирует. По крайней мере, из-за одного месяца столько ажиотажа делать не стоит. Призываю предпринимателей не делать ажиотаж. Из-за того, что ввели чрезвычайную ситуацию, все есть. Я так думаю, никто голодный не останется. Не надо столько запас делать. Жалобы фиксируют и в специальной мониторинговой группе. Ее представители проводят рейды по рынкам города на предмет завышения цен. К недобросовестным бизнесменам обещают принять меры. От жителей к нам поступило немало жалоб. Цены на картофель действительно поднялись до 150 тенге. Причин для этого, считаем, нет. Предпринимателей, необоснованно завышающих цены, будем наказывать. На складах, как вы видите, достаточно картошки, лука, моркови. Кроме того, мы рассматриваем возможность прямого закупа продуктов с других областей Казахстана. Павлодара, Караганды. В области достаточный запас продуктов, считают и представители стабилизационного фонда. В этом году из местного бюджета для его формирования выделено 350 миллионов тенге. Продукты стаб-фонда можно приобрести на рынке Ел-РС и 10 торговых павильонах города. Запас составляет на данный момент 500 тонн картофеля, 800 тонн муки, масла подсолнечного и так далее. То есть ажиотажа не наблюдается. Запасы имеются в достаточном количестве. Помимо вышеназванных продуктов, имеются у нас рожки в количестве 50 тонн, масла подсолнечного 500 тысяч литров, а также говядина лопаточная 77 тонн. То есть ситуация стабильная, и чтобы создавать ажиотаж, здесь нету никаких причин. На выходных в Уральске провели сельскохозяйственную ярмарку, где горожане могли купить продукты по сниженным ценам. Стоит отмечить, что стоимость продуктов питания в крупных кипермаркетах осталась на прежнем уровне. Роза Тканова была Джарелгасов, Канат Махмутов. Итоги дня. Уральск.